Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня будет стрижка Клера Дендрума Томпсона. Вот он стоит перед вами, вот такие косы он нарастил. Это между прочим, что я его даже и прищипывала зимой, а все равно видите какие длинные побеги наросли. И конечно же лучше это все обстричь. Я его кстати в том году подстригала также где-то в феврале и он у меня потом такой пышный кустик такой сформировался и был весь-весь в цвету. Если кто-то вспомнит, кто следит за моими роликами, тот скорее всего помнит. А если кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть этот ролик. Клера Дендрум Томпсона это очень красиво цветущее растение. Лиана, то есть можно выращивать как лиану. Ну если места мало, то конечно лучше кустиком. И кустиком он тоже очень смотрится красиво. Ну конечно же он требовательный к свету, но не любит когда на него попадают прямые солнечные лучи. Его конечно особенно в полуденные часы лучше притенять. И с поливом. С поливом нужно быть аккуратным. В зимний период я ему просто просушиваю. Здесь просто сухая земля. Он не любит перелива. Ну а летом конечно он любит почаще поливаться. Грунт я использую универсальный. Абсолютно универсальный. Даже не добавляя никаких разрыхлителей. У него и горшочек такой большой. То есть пересаживать я его не буду в этом году. Ему здесь места достаточно. И конечно же я его удобряю удобрением для цветущих растений. Раз в 14 дней. Ну вот я примерно буду оставлять по две почки на веточке. А остальные буду все убирать. В том году даже я его, наверное, короче подстрелила. Оставлю так вот. Красивее будет. Он, кстати, укореняется. Даже в воде укореняется хорошо. Или в тепличке нужно. Ну сейчас вот я ему так подстригу, а потом посмотрю. Может быть, что-то где-то и короче стало. Ну хотя я бы хотела видеть такой кустик. Зам директора помогает. Сам директор не хочет выходить. Зимой, конечно, света не хватает. И поэтому вытягивается в длину. Ну вот, скорее всего, я его, наверное, так оставлю. Хотя я в том году его прям вообще хорошо срезала. Здесь просто я каждую веточку, видите, здесь вот раздвоилась. Сейчас должен пойти у него рост. Вот эти боковые. И он прям вот такой будет красивый. Вот этот кустик. И, как всегда, после таких стрижек остается очень много посадочного материала. Ну сейчас я здесь посмотрю. Может, кое-что поставлю в водичку. На укоренение. Просто здесь хочу сухие еще веточки у него убрать. Ну вот, как раз еще он здесь подстригла все сухие веточки. И сношу его сейчас под теплый душ, потому что он тут у меня прям вообще сухостой такой. Ну вот, сносила я его в душ. Вот здесь вот, видите, уже пошел молодой рост. Вот уже весна чувствуется. И везде-везде просыпаются почки. И сейчас вот обрезка еще спровоцирует вот эти вот пробуждения новых почек. И будет очень пушистый кустик. Ну а весной, конечно, летом он порадует своим пышным цветением. Имейте в виду, что он светет на молодых побегах. И вот, кстати, у меня зацветает горденья. Завтра, скорее всего, этот бутон раскроется. И уже аромат идет такой уже. Кустик, видите, разросся. После пересадочки все хорошо. Ну вот, поставила на место. Здесь на него днем попадает солнышко. Ему здесь хорошо. Ну, теперь будем ждать бурного роста и цветения. Здесь ниточка играет. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok